Прививать пока не поздно. У кыргызских врачей не получается остановить вспышку менингита в стране. С начала года от этой болезни умерли 20 человек. Количество заболевших уже превысило три сотни. Как отмечают эксперты, подобные вспышки заболеваний возникают каждые 10 лет. Но сегодня в Минздраве нет денег на закупку вакцины. Несколько дней в коме между жизнью и смертью. В столичную больницу Керембек поступил с диагнозом менингит. Врачам удалось спасти пациента. Сейчас его уже готовят к выписке. Менингит – воспаление оболочек мозга. Без своевременного лечения вызывает серьезные осложнения. Эпилепсию, поражение внутренних органов. Основная причина – менингококковая инфекция. Без профилактических мер вспышки происходят каждые 10 лет. В Кыргызстане в последний раз ее фиксировали в 2006-м. Были и смертельные случаи. С начала года в стране зафиксировано более 300 случаев заболевания. Прогнозы у медиков неутешительные. Начиная с 2014 года у нас идет рост заболеваемости именно менингококковой менингитом. Если взять по нашему стационару данные, в 2014 году прошло 283 больных, то за 11 месяцев этого текущего года у нас прошло уже 301 больных. Сейчас в больницах страны готовы к приему больных. Есть все необходимые лекарства, оборудованы дополнительные места. При большом наплыве пациентов можно перепрофилировать и другие отделения стационара. Но болезнь лучше предупредить, напоминают медики. Минздрав в прошлом году и в этом году официально обратился к правительству Кыргызской республики с конкретными расчетами для закупа вакцины против данной инфекции. Прививать хотят детей от 2 до 17 лет. На это потребуется более полумиллиона долларов. Таких денег пока в бюджете нет. Поэтому Минздрав направил несколько запросов донорам и в посольства различных стран с просьбой помочь приобрести вакцину. Эти письма на стадии рассмотрения. А пока, чтобы избежать заражения, врачи советуют реже появляться в местах большого скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещение. Менингит может передаваться воздушно-капельным путем.